Дорогие электросчетчики Это программа «Наши новости» в студии Татьяна Голубева. Здравствуйте! В Алтайском крае начались первые подтопления. В Бийске затопило подземный переход на переулке Коммунарский, который оказывается в воде каждую весну. Вода появилась в переходе в начале марта, но, как пишут наши бийские коллеги, коммунальщики проблему не решают, хотя местами положили доски. В пресс-центре администрации пояснили, что откачивать воду должен насос, но из-за утренних температур он перемерз. При этом людям ежедневно приходится выбирать, намочить ноги или пойти в обход, а это не одна сотня метров. О подтоплениях сообщают и в Барнауле. Талые воды, говорят жители, поднялись на нескольких участках по улице Правый берег пруда в центральном районе города. В домах уровень воды выше пола на 10 сантиметров. По словам жильцов, откачка воды не помогает, а топить печь в такой ситуации бесполезно. Но сейчас информация полезная практически для всех. В Барнауле появились мошенники, которые навязывают дорогие электросчетчики. Аферисты ходят по квартирам, срывают пломбы с расчетных приборов учета и устанавливают свои по завышенной цене. Уже выявлено более десятка таких случаев в краевой столице. Причем жертвами обмана становятся не только доверчивые пенсионеры, но и молодые люди. О том, как орудуют барнаульские лжи энергетики и как не попасться на их удочку, расскажем в вечернем выпуске. Удочки пока побудут в стороне, но расчехлить охотничье ружье скоро разрешат. Весенний сезон охоты в Алтайском крае откроется 7 апреля. Соответствующий указ подписал губернатор Виктор Томенко. Однако в этом году охотиться можно будет не на всех разрешенных территориях одновременно. Их разделили на две части, чтобы сохранить поголовье серого гуся. Он гнездуется в некоторых районах края. На момент прилета пернатых охота там будет закрыта. С 7 апреля разрешено стрелять только на проходящую птицу, а с 26 числа этого же месяца охотиться можно будет на селезне. Напомним, что за незаконную добычу пернатой дичи грозит административное наказание. Штраф до 4000 рублей. Заплатить придется и за каждую убитую птицу в отдельности. Подробная информация о каких районах и когда можно охотиться есть на сайте Министерства природы края. Продолжим. Новый фасад, трибуны и бесплатный лед для главной хоккейной команды края. Владелец Дворца спорта Михаил Дроздов на встрече с журналистами рассказал, как преобразится главная ледовая арена края уже этой осенью. Напомним, Дворец спорта закрыли по решению суда летом прошлого года. Спортивный объект не соответствовал нормам пожарной безопасности. Здание нуждалось в серьезной реконструкции, но у бывшего владельца Крайсовпрофа средств на это не было. В феврале 2019-го Дворец купил известный барнаульский бизнесмен Михаил Дроздов. Он рассказал, что спортивная арена сохранит свой главный профиль, здесь продолжат играть в хоккей, но и зрелищные мероприятия тоже будут проводиться, поскольку они востребованы населением. Новый владелец также сообщил, что на объекте полным ходом идут строительные работы. Уже демонтированы борта и старые сидения. Поменять фасады, убрать потолки навесные, которые там есть, сделать новые трибунные, новые борта, новое ледовое поле, котельную по возможности газовую туда провести, новый свет, звук, ну то есть хотим, чтобы был такой достойный дворец в городе. Подробнее о грандиозной реконструкции, а также о сюрпризе, который ждет главную хоккейную команду Край, расскажем в вечернем выпуске. Буквально через минуту о прогнозе погоды. То, что весна пришла, уже ощущают буквально все. Солнце стало светить ярче, а заходить за горизонт позже. Многие стали дольше засиживаться и позже ложиться спать. Однако врачи убеждены, что самое ценное время для ночного отдыха – часы до полуночи. Притом совершенно неважно, жаворонок вы или сова. Нарушение дыхания или поверхностный сон – наиболее часто встречающиеся расстройства, с которыми обращаются к врачам жители Алтайского края. В результате исследований выясняется, что у некоторых пациентов в течение сна полностью пропадает дыхание на несколько часов. Конечно, сколько человек спит, это, в принципе, индивидуально. Но если мы говорим о среднем человеке, средний человек должен спать 8 часов в сутки. Но не надо забывать, что есть короткоспящие люди, есть длинноспящие люди. Во Всемирный день сна, который отмечают сегодня, мы расскажем, почему одинаково опасно для здоровья спать как 4 часа в сутки, так и в 15. Не пропустите вечерний выпуск. Ну и, наконец, о погоде. Спонсор прогноза погоды – Банк Восточный. Доделать ремонт, поменять мебель и гардероб обновить к весне. Успеете оформить кредит в Банке Восточной по ставке 9,9% до конца марта. На большей территории края тепло и ясно. В Бийске и Рубцовске до 9 тепла, до 8 в Олейске. В Заринске и Белокурихе в краевой столице тоже ясно. Ветер южный умеренный днем до 7 выше нуля. А я напоминаю, телефон редакции в Барнауле – 722 440. Полная картина дня в нашем вечернем выпуске. До встречи.